Евгений Пригожин Евгений Пригожин Евгений Пригожин Евгений Пригожин Евгений Пригожин Евгений Пригожин домой из своей группы. Он единственный выживший. Это была одна из первых групп. И он выжил благодаря своей сестре, которая с первого дня вербовки, с первого дня и в отправке на войну забрасывала и прокуратуры, и ФСИН, и все возможные организации по надзору, Министерство обороны и различные политические партии, какие есть лидеров, забрасывала письмами, требованиями сообщить, где находится брат, с требованием его вернуть, и получала отписки, что это военная тайна, что он просил не называть. И чаще всего повторялось письмо, что он переведен по его просьбе в распоряжение ГУФСИН Ростовской области. Собственно, это сообщают обо всех заключенных, которые отправились на фронт. То есть, по идее, по идее, сейчас Андрей вернулся именно из ГУФСИН Ростовской области. А как же юридически оформлено его освобождение, если с него снята судимость? Как она юридически оформлена? Это указ президента или какое-то постановление? Вообще это как-нибудь сочетается с законами? Это не сочетается с законами никак. Я так понимаю, что он помилован лично Пригожиным, который, видимо, получил на это какие-то полномочия. Не знаю. У нас есть три ветви власти, которые могут заниматься судьбами заключенных. Это Госдума, парламент, который объявляет амнистию. Амнистию объявляет у нас парламент. Парламент никакой амнистии не объявлял. Вторая ветви власти, которая может объявить не об амнистии, а о помиловании. Это президент Российской Федерации. Он ничего не объявлял. Обычно на его сайте пишут, кто помилован. Это очень долгий процесс, который начинается с региональных общественных палат и с прощения потерпевших. Потерпевших или потерпевшего. Ничего этого тоже нет. И третий момент – это освобождение условно-досрочное, снятие судимости. Это все проходит через третий ветв власти, через суд. Тоже ничего этого нет. Из чего мы можем сделать вывод, что это помилование или снятие судимости, или амнистия лично от Пригожина, которые есть новые ветв власти. Также Пригожин раньше говорил на своих видео, что даже увечье не освобождает от так называемого контракта. Вот он говорил о том, что даже саперу две ноги не нужно. Там оторвет один протез, мы поставим другой. Что происходит с заключенными, если, например, на этой войне их ранят, их покалечат? Ну вот мы знаем одного заключенного, которому сегодня тоже было объявлено с утра, что он помилован Пригожина. При этом он не находится в этой группе, которая окружает Пригожина. Он лежит в госпитале в Анапе с тяжелым ранением. Дома его ждет жена. Ну, собственно, будем внимательно наблюдать за его судьбой. А сколько человек, по вашим оценкам, из тех, кто согласился воевать в Украине, вернулись живыми, даже не здоровыми, а живыми домой? Какой процент? Ну, нам сегодня объявили о том, что возвращено 20 человек. Это первая партия. Собственно, я знаю из них вот двоих. Призвано, не призвано, а завербовано. Порядка 40 тысяч, сейчас уже больше. Ну, вот и считайте, сколько это 0, 0, 0, сколько это промилле. А продолжают ли в таких условиях люди, зная о том, что возвращается процент от тех, кто пошли на фронт, продолжают ли заключенные идти, записываться в ЧВК «Вагнер» и отправляться на войну? Идет ли этот процесс? Вы знаете, этот процесс, он все время меняется. Если мы можем говорить о том, что в конце лета, осенью был всплеск, и заключенные шли по 500 человек из каждой зоны, вербовались сразу и просто впереди корабля просто бежали. То сейчас, в последнее время, в декабре, мы наблюдаем, что 25-30 человек вербуются, и не потому, что они кончились. Кончились желающие, и заключенные начали говорить представителям ЧВК «Вагнер», которые за ним приезжают, что они врут, что они их обманывают. И плюс ко всему, конечно, возымело действие, публикация кадров вне судебной казни. Конечно, с Кувады все посмотрели, но еще заключенные рассказывали о том, что им ЧВК-шники показывают из рук, с планшета, еще, по крайней мере, четыре записанных на видео казни. Три из них через выстрелы в затылок и одна через повешение. Но мы знаем, что казней больше, мы знаем просто от родственников, тех, кто получает СМС, что их родных казнили. Обычно это иностранные граждане, но связаны, прежде всего, конечно, с мошенничеством, с похоронными деньгами и с перевозкой тел. Никому не охота довести тело до кишлака где-нибудь в Таджикистане. А иностранные граждане много воюют, достаточно, в ЧВК «Вагнер». Вот, поэтому, сколько погибло, сказать совершенно невозможно. Но и для заключенных, да и не только для заключенных, русская рулетка – это национальный вид спорта. Но даже… Какое отношение семей к этой русской рулетке? Вот из тех, кто уже там находится, семьи тех, кто уже там находится, или потенциальные кандидаты на вербовку на войну в Украине. Чувствуете ли вы, что семьи против этого? Или усиливается ли сопротивление вербовки среди семей заключенных? Вы знаете, те, кто борются, а их очень немного, к сожалению. Я не могу сказать, что их там 10% или 5%, гораздо меньше. Может быть, вот за эти вот месяцы, соответственно, первый набор был в июне, то есть полгода прошло с начала вербовки заключенных. Ну, может быть, это было пять десятков семей, которых мы встретили за все это время, которые боролись за своих заключенных, которых вербовали или завербовали. Но надо сказать, что вот эта борьба, она во всех случаях закончилась успешно. Вот этот тот самый Андрей Ястребов, которого завербовали, он вернулся сегодня живой благодаря усилиям сестры. И все остальные просто были отбиты и не пошли воевать. Все остальные не борются либо из-за инфантильности, и такая вот стратегия локального оптимума, то, что сейчас это называется в философии. Когда философ изучает то, что сейчас происходит с людьми в России, я уже запомнила термин – стратегия локального оптимума. Ну, и вот эта вынужденная беспомощность с локальным оптимумом, а в основном это, конечно, поддержка, к сожалению, поддержка войны в Украине.